покажу своим подписчикам как у нас красиво я хочу чтобы они видели красивую снежку который смотрит вдаль задумалась не надо очень красиво но я вышла прямой фирм да что ж когда мы пойдем домой смотрите какое небо небо это я слав я же группа ты разведу вопрос когда мы поедем домой когда мы поедем там он чуть не думать или сон пути подсветить мы не надо дальше покажем виды прическу правда вашу светлость о салфетки взять от жира как вас там красиво у нас очень красиво да нам уже ничего не поможет особенно моей прически жира хирург мне не помог уже жира у нас они уже у нас все должен быть нужен так далее на мой телефон отключила ничего не видно потому что а мы когда поедем да на ужину хотя есть хочу утра поедем в пазели смысл нас была беджи вроде бы какой закона за беда вроде бы славочка 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 только до ты доела не дина это просто какая-то катастрофа реально проще убить чем про карман люди в толсток на сетра замерзла она умирает от пола о боже мой нету покраситься нигде никакие пошли соберем не пойду и у меня в эфире всегда дофига людей просто не приходит долго только-долго-долго-долго на этом на этом аккаунте привет куда их такое место хорошие с видами ресторанами комфорта монета мне кажется на бали намного круче чем в этом чем в чем на букете ой спасибо конечно за вашу поддержку и ну или считаю что мне с русом хорошо в россии время сейчас спасибо я приеду домой будем делать плечешь но ты поправилась вы простите я могу тоже поправиться что ты крутая я очень круто глаза чувствую что ты счастливая малых а сейчас вы лучше ничего не будет говорить то мало ли на меня сейчас упадет для этих кафос какой-нибудь дерево если я что-нибудь скажу три часа четырнадцать ночь четырнадцать десять у всех разное время красивый сарафан спасибо большое но я очень толстая как мне написали мне нужно ходить парамже и так ты бомба и . да 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 зубки такие белые конечно с этим цветом вообще все такое белое завтра мне нарастят ресницы сделают маникюр сделать педикюр завтра у меня все будет шип-блеск кроме волос я написала девочки что я покрасила просто невозможно так ходить не очень сарафан у нас 7 часов и сам поедем можно и уже или нет много съела сегодня да блонд мне не вариант красть потому что мне свои темные очень корни рубцы поэтому года из-за москвы не хочешь когда панируешь возвращаться я москву не хочу мне надо делать волосы и глаза из-за москвы револкан у меня там оскорбляет в эфире вообще принципе кто про меня говорит мне неинтересные люди почему мне это пишите ну я им интересно видимо как личность ними нет мне незачем про них говорить шоу болит болит сколько весили не секрет 57 слова тоже показывание толстый тебе идет в этом весь и слав не идет о том что то что как бы как-то ты поправил волю ценю как познашьте меня далеко до твоей на лягуришке правильно правильно давайте лучше подумаем о том что сейчас я все удалю мой аккаунт будет работать 2 месяца будет мы его удалим но хотя мне обещали что в течение месяца мне помогут его решить проблемы с ним что мне заработает наконец-то и моя страничка официально вот и все будет классно слава симпатичная слова красиво я у тебя научилась покутина как лёва и щечки появились не причем упрекалась ки щечки запал шикарно у нее не амбре у меня не амбре у меня называется просто пятнистая собака сначала идет русы потом где-то вы ниже а потом идет такой знаете злоядный белый не конечно славы сейчас выглядит младшей сестрой это прекрасно слав ты выглядишь сейчас младшей сестрой порадуйся ура наконец-то пусть и ну как бы да я жирно и что там сняты теперь не выходить из дома я хуена и все равно спасибо ох лёх лёдами спросили кто на фото с андрюхами гулях нас фотку конечно навалишь вместе все отдыхаем кусок и бомбическая персик персик спасибо большое вот просто stories увидеть когда выкладываю что эфир там проходят все приходит многие не думают что я на ее что я буду не удалять не буду там выкладывать ничего надо страницы что с лицом если там пиздец уже какой-то мне кажется по башке мне дать какой-нибудь сковородой но просто пол такой большой что не помещает да слава ночью секси какая ты жирная боже интересно кто тогда я песни леонтьева посмотрели песни леонтьева это клип просто бомбез кончай чай кончайте девчонки девиз моего года шо с губами они нас а укусила денег нет на губы пошла говорю пару ос знать а так может кстати на она поймать да и посадить так вот эти на стакане главное чтобы в одну не покусали а то наполовину быстро и двоим отдыхать с подругами на воду подруги у нас находится дети нашли жир ты худенькая очень худенько особенно когда свисает мой жирный живот да очень экономичный ну как бы для своего веса сейчас я прям очень жирная рука прям живут и я прям свисает вместо я очень жирно это называется монобали у меня плавится мозг что-то к лицо опухло но не опухло мы просто жирная господи хватит уже уже пора понять что я поправилась и принять это что поправлялся для операции зачем вы так начинаете делать сколько сейчас весишь я не знаю что вам ответить на этот вопрос я вижу 68 сантекти когда так скажу вы меня любить больше будете девочки вы чего совсем что ли где поместили за жирная вы ебанулись ты можешь сама над собой посмеяться или обидно нет конечно я вообще плачу вот сейчас плакать на что прямо над собой прям вообще не могу особенно за дно ресничка которую мне осталось посмотреть парочку жопа будет либо да конечно же сделали спасибо 78 килограмм это очень много спасибо я так никогда в жизни я весила максимально 60 но и когда была беременная лиза в час и бабички с чары но мы с андреем друзья пожалуйста вас вечером уже у нас уже темни наши 7 часов ну не умные люди могут писать только гадость про мэриного мужчину потому что я считаю что у нее шикарный мужчина и мэри достойна от самого лучшего и если она так долго с мужчиной то это вообще просто завистливые падла и все я очень со мной или надо а зависть это она есть и будет проникер сушить негатив правильно сделала что ушла лиза страшила ес 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 страшная челка я просто не накрашена девчонки голубые класс и не помогу бы что чем будете заниматься я хочу есть не знаю все я селом диету захотите и сам домой пойдем в эту планету поняла им сегодня нам что фотка я не буду делать фотку сегодня когда я скажу на укладку да а походам отрители не за самое красиво я бываю некрасивая и обычная женщина который выглядит надо очень супер пузырь иногда не очень супер но при этом я всегда охуяна вот по-любому глаза красивые красивая не страшила всем будет таким страшным ну 2 месяца долго с мужчиной поместье долго с мужчиной для меня два месяца долго с мужчиной на га хомячок ой кая привет конечно хомячок 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 мячок Я сегодня сорвалась между прочим, Коль. Я поела мороженое. Это все депрессия. Истинный блогер ходит с фонариком. Пухляш. Ну, пухляш, я что делать? Я могу быть пухлой, могу быть худой. Любой. Я говорю, все равно я охуенная. Мы не общаемся с мэри, но это не говорит о том, что у нас какие-то друг к другу неприязни. У нас, наоборот, была любовь любовная. Как нормальные люди, мы разошлись. Хорошо, красиво. А, кажется, в Москве у вас так темно, а у нас дождь. У нас 7-15. 7-15. Привет, Шекси Шмекси. Мне сегодня написали, что у меня висит в грудь. На немножко подвисает, конечно же, потому что у меня на 4,5 размер. Было бы странно, если бы она стояла, но это ладно. Сегодня комменты топ были. Про пипи, как всегда. Ну вот, да, кто меня фоткал. Ох. Ты хорошенький хомячок. Не портит. Спасибо. Блин, я полная, парень меня любит. Но парень любит нормальных девчонок в теле. В тельце. Что думаешь, что новых отношений с мэри? Я только, чтобы счастлива она была, и все. Главное, чтобы она была счастлива. Я ничего не думаю об отношениях с мэри. Вообще никак. Просто знаю, что она счастлива, у нее все хорошо. А это самое главное. Самое главное, чтобы мы с мужчинами были счастливы. А без мужчин мы можем быть сами несчастливы. Если я счастлива одна, а если мне появится, что мужики будут несчастливы, мы вообще нахер он не упал тогда. Сейчас свет и ракурс не очень, конечно, не очень. Я с фонарем. Но я могу вот так сидеть. Хотите, пообщаемся. Как вам? Такое, что нравится. Меня не парят. Меня снимали с таких ракурсов, что мама-мия, Санта-Лучев и весь яблот уже разно. Если у вас это парят, ну, конечно, нет. Я бы сейчас, конечно, я сижу с фильтром, чтобы сама чуть-чуть была худее. Какой же карьер, естественно, гид. Кто-то перестал. Я если не будешь на Сибирь, я ношу без дома. Дружит сестра с мэри, конечно же. Почему они должны не дружить? Платье обалденность, согласна с вами. Но, кстати, в пол. Сочное. Ой, спасибо. Ну, раз парни говорят сочное, то это, значит, хорошо. Я что за... Ниночка. Ну, опять какая-то пришла. Но не всегда буду писать. Если про меня перестанут писать у него, то значит, что-то случилось с ним. Что-то пошло не так. Мне кажется, что я попробовала. Лиза, какой у тебя рост, 170, когда в Москву? Почему бюст носишь только дома? Зачем мне бюстгалтерность в таком платье, с голой спиной? Я должна быть что? Хотите показать, что идеально выберут под ручки? Вот. У меня голая спина, а я должна была в ручке быть? Ну, как бы это странновато, мне кажется. Я не знаю же них о мэри, если мне знакома. Монита знакомится, потому что я писала общаться. Брекеты не будешь, будешь довернуть в Москву. Брекеты нужно каждый месяц ходить, поправлять. С кахнут уже не общаться, нет. И не имеешь желания общаться. Зачем? А если снизу снимать, потому что ты чего так сейчас? Мне кажется, так еще кракурс будет хуже. Но слушайте, это естественно. Естественно, с любого человека поправляться, худеть. Вот я сейчас на правильном пути, я худею. Сегодня так я себе чуть-чуть дала расслабиться, но я не все равно алкоголь. И поэтому как бы немножко можно. Нельзя себя ограничить во всем резко. Тем более, это плохо для моей груди будет сказываться. Где вы берете денег на такой отдых долгий? Где мы берем денег? Я даже не знаю. Где я беру деньги? Слава, сундучок у меня есть волшебный. Сундучок, сундучок. Откройся. Марафон давно прошел. Зачем ты до этого с Кахну общалась? Ну, потому что мы общались. Потом есть моменты, которые меня не устраивали, и я не хочу общаться с человеком. Лиза, ты держишься в форме? Я не держу себя в форме, я выгляжу так, как я набрала 10 килограмм. Эти 10 килограмм выглядят такие сочно, желейшно. Как? Ну, я похожа на холодильник немножечко. Ну, как 10 килограмм можно набрать? Прикиньте, за 3 месяца набираете 10 килограмм. Вы думаете, вы будете выглядеть? Это, конечно, не мясо. Привет, когда зайдет звонок в вопрос, вы бы в жизни при встрече не задали такие вопросы? 100%. Довольно марафон обратной связью. Я довольна, девочки довольны и очень рады. Счастны, потому что у меня участвовали в марафоне девочки от молодых до 50 с чем-то лет. Очень довольна тем, что многие сделали такие на первых заданиях, набили себе татуировку, сделали то, что они никогда в жизни не могли себе позволить особенно взрослые женщины. Они пошли это сделали. Конечно, это круто. Это для меня, я плакала, сидела, когда мне мои менеджера присылали то, что девчонки делали. Как у тебя вообще дела? У меня отлично дела. Я сегодня встала в 3 часа дня и поняла, что так рисовать сложно здесь нельзя, но здесь безумно хорошо спится. Ты переела? А я нет, я еще хочу есть. Это вопрос такой. Это гормональный сбой, скорее всего. Ну, нет гормональный сбой, я просто поправилась. Потому что я много ела, чтобы поправиться, я специально поправлялась. А поправить было невозможно. А теперь я понимаю, набирала вес я, потому что делала операцию липофилинг, липопы. Ягодицы должны были откачать жир. Жир оставили во всех местах, забыли откачать его туда-сюда. Кушечку еду в основном в Москве. Я люблю утрицы, ежи, морепродукты, крабов стала в последнее время есть. Но это если в ресторанах, дома я не ем, я им тоже в кафе. Но завтракаю, я могу кашки, кашки. Что-нибудь такое еще? Я бы съела сейчас вот эти устрицы вчерашние. Они были такие вкусные, с ума с этим можно было? Нет, туда мы уже пойдем на... Уже закончится. Ты думаешь? Уже реально такие вкусные. Устрицы не уплываете. Лиске надо идти куда там, в сказочке? Почему это? Негативный человек. Лисочка лучше. Я как в фильме ужаса. Ну и сейчас мы начнем с вами общаться. Ха-ха. Ха-ха. Почему белье не носишь? Потому что мне очень нравится ходить без белья. Все свежо, хорошо. Зачем набали белье? Зачем набали белье? Все непонятно. Не хотите, делайте же. Ну да. Посмотрела твое видео в синем купальне. Когда-то очень было весело. Теперь я тоже буду худеть. Больше свой телеграм-канал. Больше видеть свой... Да. Леха вчера нас Андрюха фоткала. Мы что, мы знали что-то? Одно и без другой. Ходишь гадалком? Да, я вообще не вылазил от гадала. Шаманьш. Сейчас подожди. Я сама гадалка. Сейчас устрою вам. О боже, сейчас какая-то тварь смотрит мой эфир. И вот сидит прям, вот я вижу. Ой, злится на меня. Ой, злится, говорит. Фу-фу-фю. Страшная какая-то. И за прям до филинга. Вижу, вижу. Подожди, подожди, подожди. Так, сейчас я направлю тебе, тебе, тебе. Хорошего тебе всего. Всего самого лучшего. Чтоб не была злюкой. С собакой злой. Как на том видео, которое я выкладывала. С собакой злой. Сегодня ты ко мне пришла. А я такая из Китая. С вирусом к тебе. С вирусом к тебе. С вирусом к тебе. Вот. Идейка есть для нового видео. Между прочим. Как бы так. Корова вирус. Корова вирус. Корова вирус. В моем случае с корова вирус. Кого я кушу. Кого укушу, на кого чихну. О, боже. У нас одна тут есть заболевшая. Кашляет. Слушай, как вы только это говорите, ты начинаешь кашлять. Это опасно. Вот, короче. И кого я кушу, тут будет коровой. Лиза, брови свои. Я нарастила их. У Леонтьева. Конечно, у Леонтьева взяла потаскать. Да нет. Трусы. Трусы в брови. Мне нужен костюмчик Леонтьева, однозначно. Конечно, брови свои. Брови свои. Я их накрасила. И вот так вот. Подкатывал? Или у тебя реально, друзья? Конечно, не подкатывал. Я просто люблю Лешу, чайчица. Я на Бали. Я чувствую, что мы близки друг к другу. Я специально не хожу никуда, там, где может быть он. Потому что недавно мы встретимся. И эта любовь перерастет во что-то большее. Так, Лиза, а где ты хочешь проживать? Я не знаю. Дороже, чем в Москве? Ну, примерно, как в Москве, наверное. Ну, сейчас. Я Танислава сказала сегодня, что она просто платит картой. Я ей отдаю так, потому что у меня нет карты. Она сказала, что я много трачу. А ты не понимаешь в этих рублях, в этих, ой, в их долларах, у них миллионы. Сколько ты тратишь, реально? Ты уже, ты понимаешь, сколько ты тратишь? А я не понимаю, сколько я трачу. Множаешь на пять. Ну, короче, не важно. Но я трачу много. Я думал, что здесь дешевле, даже чем на пакете. Здесь нифига не дешевле. Ну, конечно, я так сижу, она висит. Так она нормальная. У меня, по-моему, прекрасная. Большая, красивая. Это платье не для тебя. Главное, чтобы оно было для тебя. Могу подарить, хочешь? Ну, конечно, все, девчонки. Закончилась эра блондинки Трианда Филидия. Надо с этим пистецом на голове что-то делать. Не слушала я вас такая вот. Не прислушивалась. Да ладно, шучу. Надо просто попались мне неудачные... Короче, неудачный мастер. Так говорят, кого не груди, то мне все равно. Главное, что у меня была грудь, как моя, и все прекрасно. Большая, красивая грудь. Я так села неудачно. Зачем такая грудь большая, чтобы висла? У меня такая грудь была. Я сделала грудь из своего размера. Поэтому зачем мне другая грудь, если у меня был такой размер? Мне предлагали сделать где-то троечку. Потяжку. Ну, зачем мне меньше грудь? Блонды бывают темнее. У тебя есть сейчас наручные волосы. Да, мастеров кавыжоков очень много, очень много. И сейчас я девочке написала покраситься здесь, потому что ну не кавыжу это хоть деть. Загадала желание. Да, я даже не знаю. Слава, сегодня 02-02-2020 год. Вообще-то я замуж должна была сегодня выйти. Правда? Да. Я так решила. Для себя. Сейчас подожди. Раз мы сегодня развязались, сожрали, можно и выпить, и замужвать. Заболиться какого-нибудь, я думаю. Можно быть и замуж. Губы ужас. У меня губы ужасные, ресницы, жирные. Виза последняя дата, это 22. Я так и живу, как я хожу на этом свете. Таких дат больше не будет. Вообще. Если блон красится, это не в состоянии, если у вас свои светло-русы. У меня темно-русый цвет, мне только порошком красить. Что, мы уходим отсюда или нет? Слава. В твой день здесь сидим, я уже не могу. Мне надо пошевелить. Ну, конечно, ходить по бартеру, да? Слушайте, мы ходим по бартеру к тем, кто ходит и платит им. Представляете? А мне, что у нас, своя длина волос, очень красиво было. Вообще-то, мы лицо, лицо. И нам должны делать еще охуение, чем тем, кто ходит за деньга. За деньги. За деньгами. Сидят тут хреново, грудь у нее все. Давно еще все плохо. Я не знаю, как я жила. Как я живу, отстаю, устала вот с утра. Слава, говорю, общество, выходить даже не хотела. Я даже не хотела. Попробуйте пастой красить волосы в блонд. Мне уже говорили, у меня очень темно все волосы. Ты сказала, что ты беременная, да? Ты зналась. Да, бургером. Темно-руссы я крашу блонд без мяка. Волосы не обламываются. В темно-руссы я не знаю, вы можете красить блонд, потому что это будет вот то, что было у меня кусочек рыжего. На девятке это меня красили. Вообще, на еще больше там какой-то, да, есть. И все это, короче, рыжий получается. Не получается даже русый. Как-то в ночь морально такой негатив. Я не могу обижаться на людей, которые глупые. Понимаете? Это же странно. Ну, как-то странно. С чем мне обижаться или как-то нервничать или переживать за это? Сколько тоже на Бали? Ой, я сейчас только неделю, блин, я улетать не хочу. Но у меня такой пипец на голове, что мне нужно наращивать новые волосы. Потому что я не наращиваю, у меня будет прическа под мальчика. Под мальчика я ходить себе позволить не могу. Ой, не могу. Ну, вот как-то вот так. Не надо порошком красить волосы. С экран держится, что слышно, груди, красивым глазами. Такие белозубые, чем пользуешься. Ой, я чистки делаю постоянно, каждые полгода. Но я плену как кофе, поэтому не приходится делать чистку. У меня тоже после. Я хочу сделать руссы с беломилированием. Более натуральной стать такой, знаете, более простой. Чтобы не было много кричащего секса. Просто. Он и так из меня прет. Еще этот блонд. Как бы вообще просто. Бомба тройного удара. Даже не знаю, как я живу. Красивая шишка. Спасибо. Почему мы писали сейчас на мэре? Просто потому, что мы друг друга устали. Только другом. Мы жили вместе. Мне кажется, люди, которые... Просто молодой человек с девушкой. Это нормально. Лиза, тебе очень идет русик. Ну, не такой темный русик у меня сейчас. Девятка или двенадцатая. Потом пришла на шестерку. А, вышли? Да. Все свои волосы красивые. Мне кажется, у меня девочки... У меня от наращивания... Помните, я вам рассказывала, наращивание, которое холодное? У меня здесь такие залысины. Я потом вам покажу. Просто вдруг меня моя любовь смотрит прямо в эфире. И так. Поэтому лучше телеграме показывать, да, такое? Ну, да. Хотя я все показываю, мне похуй. Особенно моя секс-машина-прическа. Это просто... Слава. Вы уже так не сделали. Слава. Я пойду так, на мой день рождения, в ресторан. Сука. Я так же. Можно? Нужно. Я думаю, что это супер вкладка. Лучшая сестра, это страшная сестра. Да, я тоже так думаю. Сука. Вот. Поэтому ты меня вести с собой берешь. Ты самая красивая у меня. Меня спросили, кто... У тебя сестра очень красивая. Я сказала, моя сестра красивее меня. Потому что это любовь. Я наглая ложь. Это любовь в... Нет, как я сказала, у нас с Славой, чтобы не случилась, история в целую жизнь. Мы все 31 год как бы любим и не на ней. 31 год, мы же никуда не денемся друг от друга. Целая история. Ничего себе, такие моменты жизненные. Слушай, мы вообще-то очень красивые с моей стороны. Только корни, краска. 10,51, белый шоколад, без аммиака. А желтизны нет. Но у вас, наверное, такой и больше оттенок. Мне такой не нравится. Мне нравился либо светлый белый... Ну, не прям белый белый. Я такая какая-то была не очень. Я уже смотрю, думаю, мама, мне Сан-Антолыча. Мне один момент нравился мой цвет. Вот как раз, когда мне девочка это нарастила, и потом все отвалилось. Вы как модели струдасты, спасибо. Не красть волосы на бали. Я опять плохо сделала. Надо красть все проверенного. Ну, вот проверенное здесь у моей струи. Девочка вот эта, иду к ним в салон делать. Все, мне прикиньте, завтра будут сначала делать маникюрчик, потом я лягу на реснички. И когда будут делать реснички, они будут делать педикюрчик. Очень круто. Почему нас так не делают в России? Чтобы сразу пришел, я ненавижу тратить время на эти салоны. Я не понимаю женщин, которые получают удовольствие от того, что они идут и тратят столько времени на эти салоны. Это же ужас. Все долго. Блин, не люблю сидеть долго, лежать. Мама-красотка, да. Мама-красотка. Ты заходишь от мужика, который унижает морально. Так плохо взять ее и сказать, пошел ты на. Мужчина, который унижает морально, это вообще дно. Это не мужчина, это телка, вонючая телка, которая с тысячей комплексами и которая на вас вымещает свои комплексы. Поэтому просто ты говоришь ему «Адиос», «Адиос, подруга». Господи, что же вы мне все пишете про этого человека? Пускай по мне проходят. Мне неинтересны эти личности. Я никого не обсуждаю от своих эфиров, потому что они мне неинтересны. А я, видимо, интересна, настолько глушит ее, что нужно поговорить обо мне. Я никак-никак никому отношусь. Мне неинтересны другие личности. Мне интересны мои друзья, мне интересны, с кем я общаюсь, мне интересна я. Ну, еще там какие-то люди, на кого подписаны, действительно, кто мне нравится и на кого я смотрю. И думаю, вот, молодцы. Что с Андреем? Дружба. У тебя сейчас даже на примете нет мужчин, хочется тебя уже подлюбить в отношениях. У меня есть на примете мужчины. И, ну, так сказать, чтобы как-то там, чтобы я с ума. Ну, я сейчас по-другому смотрю на отношения и вообще на общение. Для меня очень важно, что мужчина делает, что он говорит, как он себя ведет. Я на это смотрю сейчас очень спокойно. Я научилась выжидать, смотреть. Нет-нет, да, ну, все, до свидания. Пиздеть не надоело. Обожаю пиздеть вообще. Создано для того, чтобы пиздеть. Привет, Башкирия. Джигана, жена, нравится? Мне она вообще нравится. Мы отмечали Новый год лет восемь назад в Сохо вместе. Она очень милая, приятная девушка. Очень приятно. У меня были проблемы с коленкой тогда. Я, помню, пришла в кедах. Я еще думала, блин, всегда Новый год в Сохо, в платьях. А я, типа, в кедах. Она тоже была в кедах. Ей было пофиг, у нее все было нормально. Она была тоже в кедах. Такая простая, прикольная, очень девушка. Что тебе нравится какой-то блогер. Мне нравится не блогер сейчас. Это все уже давно прошло. Может, что-нибудь еще съесть? Займись делом. Очень. Очень спасибо за полезный совет. Обязательно займусь делом. Как только так с этим у нас. Какая музыка играет? Или мне кажется? Короче, хватит на слое. Вы посмотрели с Валерией Леонтьевым видео у меня? Кстати, вот, знаешь, очень долго-то на воду. И с вами, когда они рассматривали с собой, и там с Альянского, и у меня не было послали. Это мне пишут? Это меня послали нахуй? С удовольствием пойду. Дайте мне его. Я всегда приеду. Это очень приятно, когда послали. Ты где? Со всеми фамилиями, что вы говорите, меня уже просто все зае. Как-то есть что-то поинтереснее можно? Странно, чем кого-то. Это новое или старое видео? Конечно, это старое видео. Ему сейчас 70 лет. Вы думаете, он 70 лет бегает? Да, покупается. Жим, ну, возможно, здесь обязательно какой у тебя шампунь. Здесь я купила шампунь какой-то. Какой-то. Не важно, какой шампунь, важно, какой бальзам и маска. Но у меня какой-то слишком, блин, вытягивает волосы, прям мне не очень нравится. Не завидуйте, уходите с эфира. Лишь бы на хорошее. А это вообще 100%. Это точно. Просто сейчас в дневное время мы не можем такую тему обсудить. Эти темы будут обсуждаться сейчас в Телеграме. Просто, да. Мне кажется, вообще люди перестали уметь заниматься этим или что-то, у них проблема с этим. Хочешь отношений? Ну, мне бы, конечно, хочется, чтобы у меня кто-то заботился. Я скучаю. И мне тоже хочется кому-нибудь, конечно, писать и доброе утро и так далее. Просто хочется. Ну, бывает, хочется, да. Бывает, я скучаю по этому. Ну, конечно, я же девочка, мне все равно хочется этого. Девочка. Я девочка. Боюсь самолетов, да? Боюсь самолетов? Я не курю ни колено, ничего. Почему удаляешь фото? Потому что на них много были жалобы или что-то типа такого. И мне сказали еще на геолокации и так далее, так далее, так далее. Ну, спасибо. Не понимаю, зачем писать гадости. Лиза, Мила, а вы грубите ей. А как пережить развод? Вы все в этой жизни переживете, поверьте. Люди переживают, извините, такие трагедии, что с разводом это не сравнится. Это всего лишь развод, это какой-то этап в жизни. Я говорю, надо всегда заниматься чем-то, то, что вам нравится. И уделять этому времени. Да, тяжело, иногда, конечно, теми ломается, плохо. Ну, поверьте. Но все равно в какой-то момент будете переживать, чтобы я вам не сказала, кто бы вам не сказал, чтобы вы не читали, вы будете переживать, будете нахнылывать, потому что у нас есть мозг, который включает и вспоминает. Самое лучшее, конечно, это абстрагироваться и меньше думать об этом. И заняться чем-то, что вам нравится, поверьте мне, больше работать. Я считаю, что любая нормальная настоящая женщина после развода хорошает. И все в ее жизни даже становится лучше. Она становится еще сильнее. Заметите, что любая женщина стильная женщина. Красивая женщина. После развода иногда смотришь, думаешь, вау, что с ней случилось? Еще больше какой-то, знаете, пидно под зад. Что с губами все-таки? Я не знаю, что у меня с губами. Что у меня с губами? Желаем тебе женского счастья. Спасибо, спасибо. Я вам встануле желаю здоровья и счастья. Лиза, нет желания сделать зубы. Если было такое большое желание, я уже давно сделала бы себе. Не только брекеты поставить. А в Венере я отказалась. Была в сексуальном совместении с мужчиной, из-за которой было сложно расстаться, хотя морально с ним было тяжело. Была ли у меня такая? Это меня спрашиваете? Да, конечно. У меня с Лешей была совместимость, она хорошая, а с остальной все вообще не то. С Грисенко вообще. Лолита шикарно после развода заметила. Мне очень нравится Лолита. Она человек без комплексов, но не заметила, чтобы она стала выглядеть лучше. Потому что это, думаю, был брак такой, она же сама говорила, фиктивный. Хотела узнать год какой у тебя. У меня год змеи. В браке мужем можно быть вау. Если себя в тонусе держать в браке, если мужем можно быть вау. Ну, конечно же, можно быть с мужем. Я просто имею в виду, что есть примеры, когда женщина разводится, забивает на себя фит и просто скатывается. Знаете, становится несчастной, все. А нормальная женщина становится сильнее и лучше. Нет, я сняла только пасту, вы кладете. Нет, нет, самоток не тоже снялся. Я не собираюсь, у меня очень белые зубы, мне просто нужно кусать бракеты. Но мне надо для верхней, потому что у меня припас неправильный. И мне не нравятся эти белые-белые зубы, как у старых бабушек. Простите меня, пожалуйста, девочки с винирами. Ой. Мне не надо ничего убирать, у меня все нормально с губами. Просто я текла сегодня, может, поэтому... Твоей примуфи любого бы, да? Ты знаешь, как я сделала? Какая у тебя соняя? Без понятия. Башкирия тебя любит. Башкирия, я вас тоже люблю. Вот в Башкирии, конечно, я не знаю, побываю ли я когда-нибудь или ненавижу. В местный счет, вообще не умеешь. Дача обещается. Не поняла? Пожалуйста, как тебе элит? Веришь ли ты в високосный год? Ну, судя по тому, что происходит, конечно, да. В Москву не охота. У меня только в Москву охота. Привет, приезжаю в Башкирию, в Орел, девчонки. В Башкирия, в Башкирии, в Тае. Ну, слушайте, у меня в Тае просто своя атмосфера, и свои друзья, конечно, мне с ними там очень хорошо. В плане мест, здесь более колоритные места, красивые. И здесь очень много туристических маршрутов, поэтому здесь больше есть, чем посмотреть. Это очень дерганая часто, очень хорошо. Мне кажется, очень спокойная. Вы, наверное, как-то путаете дерганость с тем, что я веселая. Башкирия ждет любит, как тебе Таиланд. Отлично. Почему? Представляешь, что у тебя очень популярная? А, ну Башкирия давно популярная. Нет. Спасибо, представляешь. Ты покупаешь искренностью и непосредственностью. Уже пей? Да, да. Я уже говорила, что я вам не пишу. Хотя я не хочу писать. Вот я заметила, что я даже чистила, когда страницу. Ну, конечно, половину спасибо, спасибо. Одна человечка не почистила по странице. Вот. Что раньше еще более-менее там общались на какие-то темы. А сейчас смысл писать повстречен, спрашивать с вами, переписываться, общаться об этом, если мы это не обсуждаем. Правда? А вот в прямых эфирах я должна отвечать на все вопросы. А вот под постом просто пообщаться даже. Верите ли вы в дружбу международной женщиной. Все пишут, какая красивая. Спасибо. Но давайте мы будем читать тоже иногда посты. Потому что я начну писать скоро то, что вы хотите знать. То, что в телеграм-канале мы обсуждали. В принципе, на самом деле, мне кажется, и все должны уже китайцев использовать. Потому что у меня подписчики такие, как я, видимо, озабоченные. Я не знаю. Как такое может быть? Как такое может быть? У меня подписчики такие же сексуально озабоченные девушки. Ты была на Мальдивах? Да. Может, просто ходим в такие места? Меня Марине использовала. Это неправда. У нас была любовь любовная. Я бы полетела на Мальдивы после Москвы. Попасть в Москву, а потом на Мальдивы на недельку. Ой, я просто хочу на массаж. Что так массаж? Почему Слава закрыт профи? Потому что она не хочет, чтобы видели, как она живет. Нормально. Она же не публичная личность. Зачем ей это? Что думаешь про корововирус? Я ничего не думаю. Попасть и спрашивай. Лиза, что у тебя с настроением? У тебя что-то случилось? У меня шикарнейшее настроение сегодня. Нам очень весело, мне кажется. На Бали была сколько раз? Ну, третья уже. Уже третья, получается. Я же прилетала и улетала. Лиза, ты отвечаешь или нет? Потому что меня послали на... Я должна была на что ответить? На то, что меня послали на? Кстати, в ванну эти темы в фото особенно не сойдут. И опять вернешься в обычный формат в свою жизнь. У меня темы заходят... Вы в телеграм-канале, если у меня нет вас, то вы, наверное, не знаете, какие темы заходят у меня с моими самыми такими девочками. И что наша тема, чтобы мы не начинали, у нас все заходят, другие заканчиваются. А для кого-то, для вас, кому что-то не нравится, вы можете отписаться. Мне нужна публика. В принципе, меня спрашивают, вы просто видите, не на все вопросы отвечают, у меня слишком много вопросов, на которые я и не хочу отвечать. Класс, это у меня играет песня. Я думаю, у кого играет песня? Это играет песня у меня вообще. Вот. И поэтому я буду писать то, что интереснее этим людям, чем вам, одной нет. Мордовия, привет. Игнорируешь? Я не могу всем ответить, ребят. Знаешь, я заметила, что здесь все эти чуваки, все как бомжи выглядят. Ты заметила? А? Чуваки все как бомжи выглядят. Ну, то есть мы там, все какие-то... Типа, тупо серфер, как я хотела себе. Я прилетела и говорю, хочу себе, это, серфера с длинными волосами. Я уже почти так выгляжу, но завтра я иду на реснички, на это все. Волосы покрашу. На майке вообще дырка, сдала новую майку, стирку, а не дырку на ней стил. У меня так много вещей, но его нахрен. Они стирают, и через 20 часа все уже отдают. Короче, я говорю, хочу серфера, бедного. С длинными волосами. Все говорят, что... Короче, надо на Бали прилететь и хоть раз попробовать секс-серфером. Нет, нет. Ты там, а вот здесь. Нет. Вы должны пустить? Ну, походу, мне не будет секс-серфером. Та-та-та-та-та-та-та. Глаза Ализа шикарные, да. Завтра я наращу новые, я хочу байкеров. Ой, кстати, как-то байкеры я не очень. Мне кажется, байкеры все бухают, нет? Байкеры бухают? Байкеры как свиньи бухают. Байкеры как свиньи бухают. Вы хотите алкаша себе? А в смысле байкеры? Байкеры это образ жизни. Уже байкеров давно нет. Лиза пришли высматривать жертву. Нет, просто я смотрю, как люди одеты. Парни, ну не очень симпатично. Бухают прямо за рулем. Нет, ну вообще раньше байкеры, это были, да, которые знают, что-то ходили в кожаные ужасные кирси, бухали, да, такие там. Они как раз их уславились тем, что они бухают целый лед. Мне кажется, байкеры вонючки. Это выжилки байкеры? Вам так не кажется, мне кажется, они потеют свою кожаную куртку, когда на летом ездят косуха. Еще у них длинные волосы. Грязные сосальные волосы. Очень антисексуально. Грязные сосальные волосы. Сосальные волосы. Лиза, тебе нужны деньги? Конечно, кому деньги не нужны? Вы спрашиваете такой вопрос? Конечно, нужны. Кто-то даешь. Связи, ты можешь переспать, если будет искра? Неважно, есть отношения между вами или нет. Конечно, могу. Если есть искра, это уже пиздец какой-то случился в моей жизни. У меня искра может проходить раз в год, если не раз в два года. Искра это такое счастье в моем возрасте, что ты просто занял, ну ты видишь и говоришь, пошли. О, боже мой, я ждала тебе целый год. Вы так сказали, искра. Это мало в 20 лет. Искра приходит чуть ли не каждые две недели. А у меня искра, знаете, ее еще ждать и ждать. Потому что она придется пришлить 7 лет. И что вы думаете? Я откажусь от нее? Нет, нет. Нет, 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 ни в коем случае. Я не повторяюсь, я не повторяюсь. Искра, искра, искра. Вот это вы сказали, это мечта. Я говорю, ничего нельзя купить. Здоровье и чувства. Ну как ни крути, этого невозможно купить. Эту искру ты не купишь. Нет, любовь можно купить, наверное. Со временем, к отношениям, да? Ну как эти рассказывают, которые ходят в эти, что... Можно я заблокирую? Мне не нравится, когда матерятся в моем эфире. Только мне можно материться. Потому что я глазная здесь. Так все, поехали. Мы домой, потом домой? Мы домой, потом домой. Будем дома сегодня сидеть? Конечно. Или мы идем на эту вечеринку? Конечно, мы идем на вечеринку. Слава, я не хочу ходить на вечеринки. Ты знаешь почему. Ну, значит, мы пойдем. Ну, поехали, я бы тогда спать. Что мне поесть дома? Арбузик. Что за дела? Арбузик. Арбузик по тая. Мы поедем на ужин, соберемся, поедем на ужин. Я хочу что-нибудь поесть опять. Поехали вместе. Разоримся на поедем. О, ну прямо в зафинце, да, находимся сейчас? Да, ничего у нас не получится. Ребята, ну вы что, прикалываете что ли? Мама миа, Санта-Луче. Если бы на что-то могло получиться, мы бы не развелись. Вы действительно какая-то думаете? Или вы представляете, это сериал для вас? В Бали, иду я, идет Алексей. Как раз я стала в весе, как он хотел, мечтала, чтобы я пожирнела на десяточку. Иду сочная такая, я, идет он. У него ничего слюна, у меня ничего слюна. Я говорю, Леха, это все страсть. Ты поэтому про меня плохо говоришь, вспоминаешь. Да, я просто хочу тебе, мой сладенький огурчик. Он мне говорит, да, Лизочка, и мы начинаем целоваться страстно, и потом выходим в прямой эфир, и мы вам говорим, мы опять женимся. Играем свадьбу на Бали, у нас рождаются много маленьких балийских детишек, почему-то, не знаю, почему. Нет этих, кого там волосатого я хотела этих, волосатых серверов, рождаются много маленьких, почему-то. Они уже рождаются с доской, волосатые. Они уже рождаются с доской. Вылазят на доске сразу. На доске вылазят, выплывают, вот, вот, это сказка. У меня желание, я уже загадала только что, желание, между прочим, когда вы мне написали про это, это было другое желание. Кстати, лучше. Да, может быть, это Мария, Мария. Вы смотрите на там барбару, я все смотрела. Что ты еще делаешь за это? Да, да, да. Да, да, да. Сегодня такая дата, надо сходить на вечеринку, может, встретишься там свою судьбу. Боже, как вы за меня волнуетесь, что я встречу свою судьбу. Давай такси вызывай. Слав, все, я уезжаю. Пока. Пока. Сели, на вечеринке сказали, что я встречу свою судьбу. Мне нужно быть красивой. А ты можешь так сказать? Да, я. Слав, Слав, мне надо быть очень красивой женщиной. Потому что мы уже все ослепли от своей красоты. Ты ослепла? Ужас. А вот так, посмотри, ты ослепла? Ты посмотри лучше, разглядел. А я сейчас накрашу, я прическу сделала? Шучу, прическа, это моя мокрая голова. Не угрожай нам. Мы и так тебя боимся. За шоу? Я денусь и прозрачное свое платье. О, боги, какое. Воу, полегче. Какой из них? Я не знаю. Все, Лиз, скажи, что ты к ним дома борешься. Лиз, я сейчас без тебя уеду. Все, я уезжаю. Понимаешь? Покажи себя полный рост. Я не могу встать. Кстати, такой сексуальный негр. Все, Лиз, я вызвала. Ладно, она вызвала такси, я пошла. Пока. Ладно. Все. Рулик.